Два часа дня в Одессе. В эфире седьмого новости. Меня зовут Екатерина Поденежина. Здравствуйте. На трассе Одесса-Арении из-за лобового столкновения загорелась иномарка. Ее водитель погиб на месте. Страшная авария произошла на 17-м километре трассы вчера поздно вечером. Таксист на Тойоте вез пассажира в сторону Одессы. Внезапно ему навстречу выехал мини-вен Volkswagen. Произошло лобовое столкновение. Пассажира такси из загоревшегося автомобиля вытащили очевидцы. В Volkswagen, кроме водителя, находился 15-летний парень. Всех троих доставили в больницу. Сейчас ребенок в стабильно тяжелом состоянии. По словам очевидцев, скорая помощь ехала около 40 минут. Ночной пожар в Лузановке квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества. Напомню, там практически дотла сгорел бар вилла у моря. Обошлось без пострадавших. Пожар был достаточно сильным. Ему присвоили повышенную степень. Спасатели тушили возгорание на площади 160 квадратных метров. А до этого им пришлось буквально прорываться через бетонные клумбы и шлагбаум. Всего для тушения пожара было привлечено 4 единицы, основной 2 единицы специальной пожарной техники, 36 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений. Сложность тушения пожара заключалась в том, что были загромождены подъезды непосредственно к самому кафе. Также отсутствие противопожарных разрывов. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Правоохранители ищут причастных. Больше версий произошедшего, а также комментарий милиции, владельца сгоревшего бара. Смотрите в следующих выпусках новостей. Дом юстиции в Одессе заработает в январе 2016 года, а не в октябре этого. Об этом рассказал Дмитрий Старожук. Он советник министра юстиции. Жители региона в одном центре смогут получить около 150 административных услуг. Это и выдача паспорта, прав и свидетельства о рождении, справки для выезда за границу, регистрации бизнеса и недвижимости. К маю следующего года количество услуг обещают увеличить до 250. Я думаю, что до конца года абсолютно все технические условия должны будут подготовлены, и мы будем ждать открытия Дома юстиции. Сейчас уже проходят все технические моменты, связанные именно с программным обеспечением, с помещением, с прохождением обучения сотрудников, которые там будут работать. Предоставление доступа к собственным базам от всех ведомств. Главная цель Одесского Дома юстиции – борьба с коррупцией и экономия времени граждан. Максимум на оформление этих документов должно тратиться 15-20 минут. И это должен делать не сам человек, это должен делать квалифицированный сотрудник, который не сделает там ошибок, чтобы не было причин отказа. Дом юстиции в Одессе будет расположен на проспекте Шевченко, 4А. В пилотном проекте запуске нового центра «Админуслу», кроме Одесского региона, принимают участие Киевская, Николаевская и Львовская области. В Одессе могут появиться полсотни новых троллейбусов. Кредит размером 8 миллионов евро готовы предоставить представители ЕБРР. В Горсовете уже подписали трехстороннее соглашение. Кредит на обновление электротранспорта будет предоставлен коммунальному предприятию «Одессгорэлектротранс» на 12 лет под гарантию городского совета. Скорее всего, город получит 45 низкопольных троллейбусов с современным внутренним оборудованием. Его будут, помимо одесских специалистов, его будут в какой-то форме контролировать эксперты ЕБРР. И если ценовые предложения производителей будут меньшими, чем оговоренная сейчас сумма, то очень возможно, что за эти 8 миллионов евро троллейбусов может быть не 45, а несколько больше. В свою очередь, транспортные эксперты уже критикуют некоторые моменты будущего тендера. В частности, то, что кредит, скорее всего, предоставят в иностранной валюте. Это общие экономические проблемы государства. То есть, если кредит будет полностью взят именно в евро, то нужно разрабатывать сразу механизм какого-то противодействия будущим валютным скачкам. Ну и стоит отметить, что в нашем городе активно курсирует 140 троллейбусов. Из них 100 уже давно отжили свой век. Такими Ивана Серко и Павла Тычину вы еще не видели. Теперь одесситы могут посмотреть на известных деятелей Украины, изображенных на современный лад. Необыкновенную выставку в каворкинге «Терминал 42» посетила Яна Алиматова. Выставка «Деячи Украины» – это неординарный проект об известных украинцах. Его необыкновенность заключается в особой подаче этих самых деятелей. Это не фотографии, не картины. Постеры в самых разных стилях. Этот проект начался еще минулого лета из серии украинских письменников, которые были презентованы на форуме видавцев в Львове, как уличная выставка. И оскільки этот проект студент письменника был такой хороший фидбэк у населения, мы начали дальше там спілкуваться. Заразумели, что нужно расширить. Главной целью кураторов проекта стала популяризация украинских деятелей. Акцент они сделали на визуальное восприятие. Ведь графические метафоры вызывают немало интересу людей. Нам не факт рассказать биографию от А до Я, а самое обратить внимание, что были такие люди. И если это зацекает, то молодь, детей, они уже далее будут продолжаться. Сейчас расширение масштабов проекта увеличивается и количество людей, которые интересуются выставкой. Этот проект, он начинался швидше, как для таких детей среднего школьного века. Но мы понимали, что он вообще не имеет никакой вековой планки. То есть, от школяров до пенсионеров, им интересно посмотреть на какие-то образы такие нестандартные. Выставка мобильна. Ее уже представили в Киеве, Львове и селе Дружківка Донецкой области. Например, в Одессе мы привезли, показали тоже часть нашей серии плакатов. Есть там Илья Мечникова, Александр Довженко, деятельность которых связана именно с Одессой. Кураторы признаются, пока организовывали выставку и сами для себя узнали много полезного. И мы тоже так углубились в их биографию, для того, чтобы... Это не буквально проиллюстрировано на плакатах, но просто нам было интересно как-то связать город и показать именно эти плакаты здесь. Семья Борисовых пришла на выставку ради свежего взгляда на историю. А малышку Алису решили приобщать к культурному миру с малых лет. Любое культурное мероприятие, конечно же, должно вызывать интерес. И современное искусство нам не чуждо. Выставки, фото, графика, масло, все что угодно. Все что угодно, и она всегда с нами, чтобы она как-то и духовная, и художественная, и разносторонняя развивалась. Посетить выставку вы сможете в любое удобное время на протяжении ближайших двух недель. Яна Алиматова, Валентин Мирза, Седьмой канал. И пока на этом все. Больше новостей в 16 часов. Хорошего дня. Оставайтесь седьмым. Редактор субтитров А.Семкин